Всем добрый вечер. Мы как бы перед Песохом отклоняемся немножко от обычного нашего курса. И сегодня немножко поговорим о вещах, связанных с исходом из Египты, с Песохом. Мы уже этого касались в самом начале курса, а сегодня мы немножко посмотрим на это с другой стороны, а именно со стороны, ну как бы с двух точнее сторон. Типологическая роль, которую играет рассказ об исходе в дальнейших библейских текстах, это с одной стороны, а с другой стороны, как это заявлено было в заголовке, спор о том, будет ли праздноваться Песох, отмечаться события исхода из Египта в конце времен. А вот я сейчас сразу же тогда открываю, так, по-моему, я не получил доступа к шею. А сейчас след, да, странно вроде я делал, сейчас секунду, полсекунды. А, подожди, да, 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 я случайно вот тут Лену вообще зарабатывал в первый раз. Сейчас я от нее отниму. Отнял. Слуха, наградил, отнял. Окей, сейчас я открываю файл. Так, я надеюсь, что его видно. Да, видно, отлично. Значит, вот мы начнем с текстов, которые находятся в книге пророка Ишаяу. А пророк Ишаяу, я подразумеваю сейчас те тексты, которые, как правило, значит, принято относить действительно к Ишаяу, сыну Амоца. Жившему в восьмом, в конце восьмого века до новой эры. Вот, и, помимо прочего, у него есть некоторые пророчества, которые связаны с, которые связаны с той реальной исторической ситуацией, в которой находился Древний Восток в этот период, а именно нашествие Осирии, постепенная ее экспансия и захват Осирией все новых и новых территорий. К тому времени, когда Ишаяу, сын Амоца произносит эти свои пророчества, в сущности уже не существует Северного Израильского царства, не существует еще ранее Арамейского царства. То есть, Осирия постепенно их поглощает, и существует реальная угроза того, что Иудея будет захвачена Осирией. Кратенький, очень кратенький исторический экскурс. В преддверии этой угрозы был составлен, так сказать, международный заговор, в котором участвовал царь Иудея Хискиягу, а также близлежащие государства, скажем, филистимлянские города, финикийцы. И вот надежда на то, что удастся, воспользовавшись сменой власти в Осирии, освободиться от вассальной зависимости от нее. Кончается это все очень тяжело, потому что Осирийский царь... А что случилось? Не знаю, у меня не получилось. Продолжим. Так вот, кончается это тем, что Осирийский царь Синахириб приходит с военным карательным походом, устраивает полный разгром окрестных государств, заходит в Иудею. Все это происходит в 701 году до новой эры. Иудею предает огню и мечу и осаждает Иерусалим. Осада эта заканчивается тем, что он в конечном счете ее снимает. Об этой осаде мы еще чуть-чуть ниже поговорим. И возможно, что то пророчество, которое мы сейчас увидим, оно отчасти порождено вот этим событием. Это пророчество исторически не конституализировано. Правда, в нем упоминается о Сирии. Мы его сначала прочтем, потом обсудим и поймем, как оно связано с Песохом. Дворится тут следующее, 30 глава книги Ишаяу. Вот имя Господа идет издалека, горит его гнев, и тяжелый огонь, или груз, в зависимости от того, как понимать слово Масаа, на губах его, и тяжелый груз, или тяжелый огонь, губы его полны гнева, язык, как пожирающий огонь, его дух или ветер, как века, смывающая все, затопляющая все до шеи, до горла, и я немножко упрощаю перевод, значит, он просеивает народы и надевает на них некоторые удела, причем и просеивание, и удела, они имеют характер обманного маневра. То есть они на самом деле не понимают, что их ждет. А что их ждет, мы сейчас увидим. Тут появляются слова Шав, Мат-Э. И будет у вас песнь, как в ночь, когда освещается праздник, и радость сердца, как у идущего и играющего на флейте, приходя на гору Господню к твердыне Израиля, и провозгласит Господь величие голоса своего и обрушит свою мышцу и покажет силу мышцы своей в гневе и в пламени пожирающего огня, в разрушении, в потоке и в граде. Ибо от голоса Господнего рухнет Асирия, посохом он разобьет ее, побьет ее. И будет всякий проходящий через этот посох. Тот, кого оставит Господь, те будут играть на музыкальных инструментах, на барабанах, на арфах. Господь же будет воевать с ними одним ударом и приуготовленной еще накануне печь огненная для, значит, есть как бы некоторая проблема здесь с переводом, ламелех ухан, некоторые считают, что здесь должно стоять лимолех ухан, но если идти по масоретскому тексту, то это приготовлено для царя, и он ее углубляет в печь, расширяет, усиливает огонь, который пожирает дерево, дыхание Господня, как серная река, пожирающая все. Значит, это не очень простой текст, но если как бы отвлечься сейчас от деталей, то очевидно, что общая картина такова. Вражеское войско из 31 стиха, понятно, войско Ассирии, приходит в Иерусалим, к Иерусалиму, надеясь на победу. Но победа эта на самом деле обернется для них несчастьем. Бог привел их сюда обманом, как этими обманными уделами. Он привел их сюда обманом с тем, чтобы погубить их у стены Иерусалима. И более того, Иерусалим здесь уподоблен некой огненной печи, которую разжигают для принесения жертв. Те, кто читают здесь не Мелех, а Молех, видят здесь некоторые указания на человеческие жертвоприношения. Но, возможно, советский текст предпочтителен. Мелех – это, может быть, царь Ассирий, для которого приуготовлен этот огонь, на котором он сгорит. Все это происходит, заметьте, в некую ночь. Что это за ночь? Ночь, которая здесь называется Лейль Итхадеш Хаду. Что же это за ночь, в которую освещается праздник? Судя по всему, если мы задумаемся о том, какие, собственно говоря, праздники упоминаются в Танахе, и какой праздник непосредственным образом связан с ночью, то получается, что это, судя по всему, Песах. Лейль Итхадеш Хад – это пасхальный праздник, это праздник исхода. Та ночь, в которую были убиты египетские первенцы, и когда Бог начинает выводить Израиль из Египта. Дополнительные ассоциации, которые возникают с египетской историей, это как бы вот среди упомянутых казней, обрушивающихся на Осирию, здесь появляется Эвен Барад. Это сразу же напоминает нам одну из египетских казней, казнь, связанную с градом. Иными словами, ощущение, по крайней мере, я предлагаю так понимать этот текст, что Ишия устроит, даже не совсем Ахарит Аямим, но это как бы некое впечатление того, что произошло или что должно произойти с Осирией в конце концов. Осирийский царь сражается вовсе не только и не столько с зимными царями, он сражается с Богом Израиля, который повергнет его своей мышцей, ровно так же, как фараон египетский противостоял Богу Израиля и был поэтому повержен. Так же точно, как фараон египетский был уничтожен в море, так здесь его с сирийского царя смывает некая река, но это как бы такие перемежающиеся образы, с одной стороны река, поток, сметающий все на своем пути, с другой стороны огненная печь, но все это на самом деле, и поток огненной печи – это дыхание Бога. Это его проявления, его манифестации в этом мире, которые уничтожают врага у стен Иерусалима. Значит, у стен Иерусалима должна произойти как, как бы сказать, история спасения, которая возвращает нас к египетской истории, своего рода ремей. Теперь дополнительное подтверждение такой интерпретации можно найти в рассказе, который содержится как в книге Ишаяу, так и в книге Млахим, в книге царей, о том, что же реально произошло во время осады Синахириба. Значит, собственно говоря, есть две версии. Одна прозаическая, другая такая романтическая, можно сказать, мифологическая. Прозаическая версия очень простая. И Хискеау откупился от Синахириба. Он был вынужден заплатить ему колоссальную дань. Это сообщают и ассирийские источники. Поэтому город был пощажен. Но совершенно не так понимает это тот текст, который я привожу здесь. Бог устами пророка произносит приговор Ассирии и говорит так. Итак, царь Ассирии не войдет в этот город и не сможет не пустить туда стрелу, не продвинуть туда насыпь, не насыпать насыпь, при помощи которой можно будет взять город. Тем же путем, которым он пришел в этот город, этим же путем он вернется, а в город не войдет. Я защищу этот город и спасу его ради себя и ради Давида, раба моего. И дальше говорится, Вот это описание гибели, внезапной гибели ассирийского войска, которая происходит ночью в результате того, что выходит ангел Господень, его рода ангел-губитель, не может не напомнить нам историю с египетским исходом казнь первенцев, казнь египетских первенцев, которая тоже происходит в ночь исхода, в ночь избавления. И как бы это повторяется здесь. То есть, иными словами, Ишаяу Бенамоц и, скажем так, тот, кто пишет рассказ о спасении Иерусалима, вводя туда образ пророка Ишаяу, видят все происходящее сквозь призму истории исхода. История видится как некоторое круговращение, как некоторое типологическое повторение. Как сказано, «Маосея вот симан ливаним» «Деяние отцов – знак для сыновей». В этом смысле египетское спасение является родным таким отцом и знаком для всех будущих избавлений. В подтверждение этой точки зрения я еще хочу представить вам еще один текст, который находится в 11 главе книги Ишаяу, где тот же самый исторический контекст, опять же, вот это самое ассирийское нашествие, но в конце появляется некоторое эсхатологическое пророчество, где говорится так, как в тот день Господь своей рукой соберет, выкупит остаток народа своего, который остался, который был в Ассирии, в Египте. Упоминаются еще разные места в Месопотамии, в Египте, и даже на островах Игейского моря. Поэтому есть исследователи, которые считают, что все это пророчество имеет гораздо более поздний характер, уже после пленной эпохи принадлежит. Но что интересно, что говорится дальше, значит, Бог собирает с четырех концов земли свой народ, утверждается, что больше между Эфраемом и Иудой не будет взаимной ревности и ненависти, значит, как бы не будет больше вот этих двух враждующих государств, они объединятся и будут неким единым целым противостоять окрестным народам. Дальше говорится так, 15 стих, и то ли иссушит, то ли разрушит, зависит от того, как переводить слово Эхрим, которое, по некоторым мнениям, на самом деле заменилось здесь правильное слово Эхрим, но во всяком случае по масоретскому тексту разрушит, разрушит как бы египетское море, лишен Ям Мицраем, что такое Ям Мицраем, не до конца понятно, возможно, что подразумевается здесь и Ям Сув, и поднимет Господь руку над рекой силой Духа Своего, и разобьет реку, и вот это море, река это обычно под рекой понимается, когда это река с определенным артиклем, а наар понимается ифрат, то есть это как бы два конца мира, Египет и Осирия, Вавилон, Персия, и он разобьет ее на семь потоков и поведет народ в обуви их, в Идрихбан и Алим, и это будет путем остатка народа его, который остался в Осирии и который и будет это у Израиля как в день исхода из Египта. Этот текст в отличие от предыдущих напрямую создает аналогию с исходом из Египта. Понятно, что то, что Бог разбивает здесь море и реку напоминает несомненно то, что произошло при исходе из Египта рассечения Тростникового моря, а потом при входе Иошуа Бенуна в землю Израиля повторение этого рассечения Иордана. Вот. И семь потоков это как бы некоторое типологическое число обозначающее целостность. Семерка это целостное число, то есть все спасутся. И вот это Идрих Бен Алим тоже напоминает нам некоторую деталь из рассказа об исходе, где подчеркивается, что вы будете есть в Песах, когда вы в обуви своей с котомками своими Идрих Бен Алим. То есть и здесь в этой главе пророк связывает грядущее избавление с исходом изгиба. Теперь у нас есть несколько текстов, и здесь мы подходим ко второй части нашего обсуждения, но, пожалуй, я на самом деле здесь на секунду остановлюсь перед тем, как перейти к второй части нашего обсуждения. Если есть какие-то вопросы и желание что-то высказать, то это самое время. Есть желающие? Народ, сейчас время спросить. Спросить, сказать. Скажи, пожалуйста, я не слышала раньше, что в ассирийских источниках сказано, что он откупился. Там в Сан-Хириф написано, что он его закрыл как птицу в клетке. В клетке он мне есть тексты, которые рассказывают о том, что он был вынужден заплатить большую дань хискияву. И это, собственно говоря, и в самом тексте Танаха тоже говорится, что он вынужден был заплатить большую дань. Да, но все-таки ощущение такое, и Танах, и Товат-Хириф непонятно, почему он все-таки не взял Иерусалим. Он так или иначе все равно денежку, но не знаю. В общем, короче. Касается вопроса, почему он не взял Иерусалим, это вопрос действительно спорный. Как бы есть разные догадки на этот счет, разные предположения, помимо прозаического предположения о том, что все дело в деньгах, кто-то предлагает вариант, насколько навстречу шел Тирхака, который собирался помогать, Тирхака, это царь, Канубейская династия, то это как бы привело к тому, что Сен-Филипп, не желавший воевать на два фронта, отошел от Иерусалима, а в результате туда и не вернулся. Есть еще со времен античности гуляет такая идея насчет того, что была эпидемия в сирийском войске. ну так это то, что написано, а реально написано то, что вышел ангел и их перебил, и они все мертвы. Так что может быть как на эпидемии? Что может быть, может быть, а что может быть опять же в египетской истории казнь первенцев тоже можно, конечно, списать на эпидемию или на что-нибудь подобное, вот, но не так-то показывает текст. Значит, я поняла, поняла, спасибо. Вот, теперь вот смотрите, следующий виток нашего обсуждения, он приводит нас к тому, что на определенном этапе, а именно в послепленную эпоху, возникает новый взгляд на исходы из Египта, взгляд состоящий в том, что новый исход, то есть исход из страны северной, исход из Павилона Персии, оказывается гораздо более значительным событием, нежели исход из Египта, затмевает его, то есть начинается своего рода конкуренция между этими двумя событиями. Я здесь привел два библейских текста и тексты связанные тексты Хазаль. Значит, один текст находится в 52-й главе книги пророка Ишаяу. Если про предыдущий текст велись споры касательно возможной принадлежности его Ишаяу бена Моцу в 8-м веке до новой эры, сколько он здесь упоминает, изгнания, которые как бы Ишаяу сына Моца вряд ли могли быть известны, изгнания в Египет, изгнания на острова Эгейского моря, но что касается текста, который мы сейчас читаем, то тут уже нет никаких сомнений, еще с 19-го века стало как бы своего рода, но если не тривизмом, то, по крайней мере, вещью очевидны, что вторая часть книги Ишаяу создается в послепленную эпоху, она по ряду причин была эта часть соединена к книге Ишаяу, но имя пророка нам неизвестно, понятно только, что он действовал в эту эпоху. Это пророк избавления, его называют Невиа Нахама, утешение, и вот в одном из этих пророчеств, где описывается этот новый исход, говорится следующее, посмотрите, на горах ноги вестника, прекрасные ноги вестника, который возвещает мир, возвещает благо, возвещает спасение, обращается к Сиону и говорит, что воцарился Бог твой. твои наблюдатели, цофа их, под ним, под наблюдателями можно много чего иметь в виду, одно из толкований, что это пророки, исходя из того, что в книге Ихискеля пророк назван словом цофе, значит, вот их голос, они тоже возвышают голос и поют, ибо они видят, как Господь возвращает Сиону, начинают петь даже развалины Иерусалима, ибо Господь пожалел свой народ и спас Иерусалим, он обнажил свою святую мышцу перед глазами всех народов, и увидели со всех концов земли спасение Божье. Дальше идет призыв к народу Израиля, который находится там. Суру суру с уми шам таме аль тигау с уми тоха и бару носей клея Дунай килловый хипозон тецеу увимену сало телехун ки олех левне хем Адонай ума асив хем иллюхи Исраэль. Выйдите, выходите, 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 не дотрагивайтесь до нечистого. Здесь надо иметь в виду, что это очень древнее представление, которое согласно которому земля вне Израиля земля нечистая. Поэтому одна из таких страшных угроз, которая озвучивает Танах, это что человек, не дай Бог, умрет в нечистой земле. Не дотрагивайтесь до нечистого, очиститесь носящие одежды одежды или орудия Господня и бару но с эйклей адунай. Ибо без спешки выйдите и не будете бежать, ибо идти будет перед вами Господь и собирающий вас Бог Израиль. Вот этот последний стих, он в нашем контексте очень значим, потому что он создает прямое противопоставление, контраст с рассказом об исходе из Египта. Я напомню вам, что один из основных мотивов исхода состоит в том, что Израиль выходит Бехипазон. Это, помимо прочего, одно из объяснений тому, почему мы едим мацу, потому что вышли в спешке и не было времени испечь настоящий хлеб. Есть и другие объяснения, почему едим мацу, но это одно из них. И вот пророк произносит такие торжественные слова «килёбы хипазон тэцэу». Что же он хочет сказать? В отличие от предыдущего исхода, надо было бежать, спасаться. Отсюда вы выйдете с гордо поднятой головой, никуда не торопясь, ни от кого не спасаясь, не боясь никаких угроз, ибо Господь идёт перед вами. Он тогда шёл. Возможно, что пророк хочет сказать, что идёт именно Господь, а не его ангел. Вообще в Тароисайи есть эта идея, что спасение приходит не от ангела, а от самого Бога. Есть такая глава, я её здесь не привёл, но я процитирую, это 63-я глава книги книги Ишайяу, в которой говорится следующее. Бехоль царатам ло цар умал ах панав о шиам беахвату в химлату у геалам. Значит, мазарецкий текст довольно сложный, но текст септуагинты проливает свет на то, что здесь говорится, исходя из него, судя по всему, надо было бы читать бехоль царатам ло цир умал ах панав о шиам. Во всех их горестях не посланник и не ангел спасал их, а сам Господь, его лицо. Значит, это же, кстати, говорится и в Агаде. Агада подчёркивает, что не ангел и не какой-то посланник спас Израиль, а сам Бог. Хотя в рассказе об исходе из Египта неоднократно появляются ангелы в разных контекстах, которые идут, ангел, который идёт перед народом Израиля. Согласно одному из источников, это наказание за грех золотого тельца, но согласно другому, это исходный сценарий. Идёт ангел, его нужно слушать, ибо имя Господа в нём. Так вот, наш текст, возможно, как бы и в этом смысле очень чётко заявляет. Сам Бог идёт перед ними, поэтому им не надо ничего бояться, не надо никуда спешить. И таким образом можно увидеть здесь элемент некоторой внутренней полемики противостояния между первым избавлением и вторым. В явной форме эта полемика появляется у пророка притшесту шоу павремени ктарайсай у пророка Ермияу, который заявляет буквально следующее. «Лекен הנה ימים באים נאום אדוני ולא יאמר עוד חי אדוני אשר хейלה את בני ישראל מארץ מצרים כי אם חי אדוני אשר хейלה את בני ישראל מארץ צפון ומכל הארצות אשר ידיחם שם והשיוותים על הגמתם אשר נתתי אבותם». Вот виду дни Слово Господа и не будут больше говорить жив Господь который вывел сыновей Израиля из земли египетской а будут говорить жив Господь который вывел сыновей Израиля из земли северной из всех стран куда он их изгнал и он возвратит их на землю которую он дал их отцам то есть здесь уже в явной форме противопоставляется египетская египетский исход будущему исходу вплоть до того что египетский исход будет забыт его не буду больше вспоминать даже столь великим будет это ведущее избавление значит каков был контекст вот этих заявлений трудно судить является ли это некоторая литерической фигурой или действительно в ту эпоху шел некий спор о важности памяти египетского исхода мы знаем что например автор более поздний автор автор книги Девреямим с исключительной последовательностью подчеркивает именно праздник Песах и важность памяти об исходе из Египта рассказывает дважды о праздновании Песаха во времена царя Хискеяу во времена царя Йошияу вот но возможно что в некоторых пророческих кругах действительно существовало представление согласно которому будущее избавление полностью затмит собой исход из Египта теперь отсюда мы переходим к текстам мишнаистской эпохи значит для которых все библейские тексты были каноническими и поэтому нужно было как-то улаживать это противоречие сейчас мы увидим как была сделана попытка уладить это противоречие эту проблему сначала мишна мишна которая цитируется и в пасхальной агоде упоминают исходы из Египта ночью дальше рассказывается история о мудреце эпохи явненской эпохи раби-ля-за-ади вен-азарье который говорит о том что он как бы не знал до седых волос дожив до седых волос почему собственно говоря надо упоминать говорить об исходе из Египта ночью а по некоторым мнениям почему надо упоминать исходе из Египта в вечерний молитве пока не истолковал это его младший современник по имени Бен Зома один из сотоварищей раби-акивы ученика раби-ля-зара бен-азари и там говорится что сказано в Торе дни но поскольку сказано то это и дни и ночи и мудрец и мудрец мудрец и дни жизни твоей это этот мир в этом мире все дни жизни это и в тот момент когда придет мессия моши так говорит мишна автосефти есть некоторое расширение этого текста и более того я осмелюсь предположить что ситуация собственно говоря противоположная что мишна убрала тот кусок тосефти который нас интересует возможно что раби-юда анаси сделал это из некоторых соображений политкорректности но это мы сейчас увидим сначала повторяется весь этот текст который мы прочли но дальше у него есть продолжение говорит Бен Зома который говорит что исход из Египта упоминается днем и ночью начинает спорить с мудрецами которые утверждают что исход из Египта будет упоминаться в дни прихода мессии Машиах он говорит так и он цитирует собственно говоря вот этот самый текст который мы сейчас прочли что в будущем не будут упоминать исход из Египта Бен Зома здесь объясняет свою позицию то что отсутствует Мишни он говорит что упоминание исхода из Египта в дни будущего избавления перестанет быть релевантным будущее избавление его затмит на что мудрецы отвечают не то чтобы исход из Египта перестанет быть релевантным перестанет упоминаться исчезнет из памяти он просто займет некоторое вторичное место первичное место будет пальма первенства будет принадлежать будущему исходу как тут сказано Малхуйот а исход из Египта будет иметь вторичное значение Тфила также точно говорится например о Якове Якова есть как известно два имени одно Яков другое Исраэль и хотя текст говорит Бог меняет имя Яков тем не менее Яков все равно остается Яков и имя его продолжает использоваться не то чтобы полностью забудется имя Якова оно будет просто вторичным по отношению к имени Израиля и таким образом мудрецы пытаются снять противоречия и объяснить вот эту резкую полемику в Танахе и как бы это то что в конечном счете принимается еврейской традицией исход из Египта он не уходит со своего места и слова Ирмияу понимается в таком как бы более мягком варианте хотя повторяю исходно видимо здесь отражается настоящая полемика и желание отставить в сторону прошлое ради будущего мудрецы не готовы пожертвовать этим прошлым возможно повторяю из Мишны это было убрано поскольку весь этот как бы весь этот дискурс связанный с временами Мессии с ведущим избавлением мог иметь взрывную силу привести к дополнительным волнениям в народе и возможно что раби Юда который взял курс на примирение с Лимом хотел это как бы отсечь окей у нас еще осталась одна тема которую я хочу обсудить но перед этим если есть вопросы желание что-то обсудить на эту тему пожалуйста вот как насчет обсудить может много не по теме действительно из теми как бы следует что Песх очень важный праздник там едутся народы и все дела а при этом рассказы о выходе из Египта он совсем он совсем опускает как бы почти не упоминается вообще да это интересный вопрос который очень многие задаются им почему это так даются различные ответы в общем удовлетворительного ответа не дано но надо отметить что автор евреямин вообще неохотно рассказывает о пребывании Израиля вне своей страны как бы там есть еще несколько сюжетных линий которые как бы создают странное ощущение некой лакуны да почему-то сыновья Ефраима почему-то сын Якова Ефраим оказывается не в Египте а в земле Израиля есть еще некоторые моменты то есть с одной стороны Песх действительно очень важный праздник памяти об исходе из Египта важна но он действительно это верно он не рассказывает о конечно можно сказать и иначе что в конце концов свой рассказ он начинает только с царства Недавида а все что было до это некий фон который его интересует лишь постольку поскольку сам нарратив начинается с царства Недавида в книге Евреямин еще вопросы если есть ну хорошо тогда последний сюжет на сегодня сюжет связанный с Агадой как бы не напрямую не напрямую с с исходом ну не то что не напрямую с исходом из Египта но это как бы отдельный сюжет не тот который мы обсуждали до сих пор как бы своего рода такой тип на Лейла Седер который я вам предложу сейчас может быть некоторые это знают а некоторые и нет ну как бы связующим звеном является слово Ла Кор да которое появлялось и здесь и в предыдущем тексте Лоши та Акэр и Цятни Цваймин Кома а здесь значит вот кусочка Гады который слиха какое слово я просто не раз слышал Те Акэр в предыдущем тексте в Мишни и в Тосефте а здесь Ла Акор ассоциативная цепочка такая теперь значит Агада надо сказать совсем непростое довольно довольно такое сложное композиционном смысле сочинение которое в общем пробуждает целый ряд вопросов в частности в частности вопрос который возникает который тоже давалось много разных ответов почему вторая часть Гады которая начинает заниматься истолкованием стихов идет по книге Дворим а не по книге Шмо казалось бы естественным образом надо было рассказывать историю об исходе так как она передается в книге Шмо а между тем все это как бы делается вокруг некоторого небольшого текста в книге Дворим 26 главе который называется текст принесения первинок во время этого этой церемонии принесения первинок произносится текст который рассказывает вкратце об исходе из Египта а дальше Агада начинает как бы создавать аналогии между этим текстом и тем что рассказывается в книге исхода опять же как бы давалось много разных ответов на этот вопрос но я хочу сосредоточиться на некотором очень маленьком кусочке который представляет действительно загадку с этого собственно начинается весь этот медрашный ход Агады цэ улмэг ма бикэш лаван аарамі ласот леяков авіну шипар о ло газар элла аля зхарим валаван бикэш лакур эт хакол ши наимар арамі овэд ави ва ярэд мецвайма ва ягур шам биметэй маат ва яхи шам лего гадол ацум варав значит мы заодно увидим технику медраша значит вопрос прежде всего стоит такой почему агада текст так с такой яростью обрушивается на лавана арамейца противопоставляя его иютицкому фараону таким образом что лаван арамеец хуже фараона при том что исходя из сказанного в текстах который видно что лаван арамеец конечно не слишком симпатичная личность обманщик и плут жулик и эксплуататор но впрочем его зять Яков мало в чем ему уступает вот но сравнивать его с фигурой фараона который отдал приказ об уничтожении всех младенцев мальчиков выглядит довольно странно это один вопрос который который мы сейчас зададимся а второй вопрос вот этот странный стих который используется для для дроши прежде всего что он значит в самом деле что это такое арами о веда вива эра дмитс райма значит как бы очевидно что дрош понимает арами как указание на лавана а дальше он делает очень такой рискованный ход он берет слово о вед и совершенно как бы отбрасывает ту огласовку которая стоит в этом слове и как будто бы предлагает читать вместо о вед и бед это слова одного и того же корня но разные по значению разные по грамматической своей основе потому что о вед в породе каль имеет значение блуждать теряться а никак не уничтожать если мы смотрим на этот стих рами о веда ви не предвзято забыв на минутку о том что говорит агадан то его смысл исходя из общего контекста получается совершенно другим а именно поскольку все глаголы здесь в этом стихе очевидно относятся к одному лицу и очевидно что это отец то кто же был мой отец он был арамео вед арамео вед то есть отец мой был арамейцем скитальцем это собственно значение стиха арамейцем скитальцем был мой отец такое немножко странное инверсированное построение фразы знакомо нам из Танаха например в книге Иова говорится оба ним шахаку маим известная известная шутка что ребенка спрашивают что это значит и он импульсивно отвечает камни камни источили воду но понятно что смысл противоположный что вода источивает камни просто подлежащее не на месте оно инверсировано так и здесь подлежащее инверсировано ави мой отец он был арамейцем скитальцем значение кстати этого корня овед авад как скитаться зафиксировано и в акадском языке теперь второй вопрос повторяю заключается в том почему нужно было использовать этот стих допустим он действительно сложный допустим можно было при желании прочитать его таким вот странным образом но но какова цель этого медраша почему нужно обязательно вставить в эту историю лавана и показать его в столь неприглядном свете и вот здесь как бы конечно некоторая гипотеза которую которая не мне принадлежит и она высказывалась не всегда но очень часто для того чтобы понять смысл медраша нужно задаться вопросом какое послание он себе несет и какую историческую реальность он в себе скрывает мы не можем не должны забывать о том что в глазах опять же надо только отметить что сама Агада довольно древний текст хотя у нее есть всякие более поздние наслоения та Агада которую мы имеем она включает в себя поздние наслоения но в целом видимо Агада создается после разрушения храма в Явнинский период и в преддверии восстания Баркохлы некоторые датируют более поздним временем но более или менее начальное складывание этого текста происходит тогда теперь что собственно говоря стоит перед нашими глазами есть римский мир греческо римский мир угроза от которого состоит не в том в чем состояла угроза других врагов Израиля скажем физическое или политическое уничтожение угроза здесь помимо этого политического уничтожения которое тоже произошло культурное уничтожение поглощение экспансия греческо римского мира поглощение греческой культуры всех окружающих культур и в этом связи следует вспомнить наверное что Адриан собственно римский император во времена которого вспыхнуло восстание Баркохвы как раз проводил такую очень агрессивную эллинизирующую политику и в этом отношении можно предположить что Лаван в глазах мудрецов может послужить своего рода таким прообразом префигурацией вот этого римского кесаря тот Лаван стремится в глазах мудрецов это и в других метрашах тоже проявляется к тому чтобы оставить Якова у себя не дать ему вернуться в землю Израиля быть поглощенным арамейским вот этим арамейским духом арамейской культурой от которой надо уходить и что в результате Яковы делает именно так видимо представляется Лаван мудрецам более того не исключено что здесь еще такая скрытая игра слов потому что при желании можно немножко поиграть буквами огласовками и вместо слова аромей прочесть аромей аромей уведови в этой связи еще можно вспомнить о том что один из наместников один из наместников римских наместников гудея еще до большого восстания был Альбин имя которого связано со словом Лаван белый я не убежден в том что действительно такая ассоциация однозначно возникала в головах мудрецов но это не исключено вот то есть получается что этот стих был истолкован так как он был истолкован с тем чтобы представить угрозу исходящую от ассимилятора которая в глазах еще больше чем угроза исходящая от того кто наносит физическое поражение вот это как бы такой тип своего рода пасхальному седеру я здесь завершу вот если есть вопросы то можно их задать опять-таки вопросы какие-то соображения есть есть дата ну или какой-то период от и до когда считается что агада сформировалась в таком виде в котором мы ее знаем и второй вопрос связанный с первым известно ли существуют ли какие-то может быть мнения о том что пасхальная агада ее версии менялись и вообще кстати третий связанный с предыдущими существует одна единственная версия агады которая считается во всем мире нет нет агада значит начнем с первого вопроса костяк агады повторяю видимо создавался во втором веке может начале третьего века более или менее на самом деле может быть предшествует редакции Мишны может быть частично совпадает дальше наслаиваются тексты в частности чтения разных псалмов различного рода добавки широта ям которые видимо постепенно наслаиваются в течение средневековья теперь урамбом например когда рамбом в Мишне Тора цитируют тексты годы она у него немножко другая более краткая и там есть отличия в версиях то есть скажем так сегодня я специально не занимался вопросом что существует сегодня и ну скажем например попытно было бы проверить вот у таймани которые вообще как правило идут по рамбам вполне возможно что они как бы используют версию агады рамбома не то чтобы там какие-то принципиальные отличия но значит как бы видно что текст немножко рос как такой снежный ком вот но опять же некоторые ее части видимо достаточно древние вот есть мидраж вокруг книги дворим слова раба на гамлеэля некоторые части слова раба на гамлеэля о пропецах мацау марор некоторые части предшествующие скажем типа лахма ания и некоторые другие которые достаточно древние еще какие-то вопросы если есть но седр в том виде в котором мы его как бы видим знаем и исполняем времена храма это тоже был такой же седр пессах реально сидели за столом и рассказывали храма храма первого второго начнем с первого про первого мы ничего не знаем замечательно перейдем ко второму что было в эпоху первого храма мы ничего не знаем и свидетельства о пессахе очень как бы такие спорадические и краткие вот и видимо созданные позже того что происходило эпохи второго храма тут у нас ситуация более простая но опять же надо помнить что был храм и было жертвоприношение сидим за столом значит было жертвоприношение люди приходили в храм это описано описано разными авторами в том числе Флавия люди приходили в храм приносили пасхальные жертвы значит и был конечно пир празднества надо полагать что они разговаривали при этом вполне возможно что они вспоминали исходы из Египта но точно так же как молитва установление молитвы вот как мы ее сегодня знаем произошло по сути дело по следам разрушения храма сами мудрецы датируют тексты молитвы в основном я имею ввиду амиды датируют это явнинским периодом значит так же точно и агода это своего рода реакция на то что храма больше нет вместо того чтобы приходить в храм и приносить жертвоприношения мы сидим и разговариваем про это мы рассказываем рассказ заменяет собой как бы службу в храме это общая линия поэтому нам неизвестно о каких бы то ни было текстах которые там пересказывались и читались до этого периода хотя скажем вот та жила халахма ания текст создан на кумийском языке это хлеб бедности он может быть более древним как бы уходить своими корнями может быть даже и в период храма вот когда в основном действительно был в частности арамейский язык известного времена конца второго века начала третьего времена раби иуды анаси был своего рода ренессанс иврита вот который чем-то напоминает ренессанс иврита во времена Нехэми естественно в наши времена во времена или так что возможно что некоторые тексты действительно достаточно древнего времени но ведь центральное момент действия да он по-видимому все-таки основан Медаарайта да сказано в Игаттава Венха и это как бы тема Агады я не знаю есть ли какой-то еще другой как бы Йонтов в котором сказано что надо вот конкретно кроме того что приносить жертвы или что-то такое специальное идея какого-то рассказа когда мы говорим Деорайта надо всегда помнить о том что Деорайта это ведь не обязательно то что практиковалось когда-то с самого начала и было написано в тексте письменной Торы это может быть некие выводы которые мудрецы делают из написанного в Торе говоря что это подразумевается в ней это в чем отличие Деорайта от Деорайта не только и не столько то что одно написано в Торе а другое это то что говорят мудрецы и то и другое говорят мудрецы просто в одном случае мудрецы говорят о том что это их личные выводы как бы их токанот укзерот а в другом случае они говорят что это основано на письменном тексте да скажем Тефилин возьми Тефилин это Деорайта в Торе ничего не написано о том каким должен быть Тефилин Как именно его делать? Говорится, как это понимать, это уже вопрос отдельный. Но мудрецы говорят, что это заповедь Деорайта, это предписано Тор. Так же точно и здесь. Они говорят о том, что рассказывать об исходе из Игипта, это в сущности заповедь Деорайта. Но при этом, если вопрос ставится в исторической плоскости, мы не можем наверняка утверждать, что во времена существования храма люди сидели в кружке и рассказывали историю исхода. Может быть, да. Но, во всяком случае, текстов письменных той эпохи до нас не дошло об этом. Есть у нас тексты с молитвой, с Криадшма, с Десятью заповедями или с чем-то еще. Но нет текста, который бы рассказывал об исходе из Игипта, какой-то найденный текст времени существования храма. Но, с другой стороны, можно повернуть это иначе и сказать, что, в конце концов, вот этот текст из книги Дворим, 26 главы, который представляет собой тоже такой кратенький рассказ об исходе из Игипта и который, повторяю, помещен в книге Дворим. Он как бы является своего рода таким прообразом. Правда, там это происходит не в момент празднования исхода, а в момент принесения первых плодов, первинок. Согласно самим мудрецам, это, вообще-то говоря, праздник Шевуон. Вот, но, возможно, из-за этого, это одна из причин, по которой они, собственно говоря, основываются именно на этом тексте, видя в нем некоторое ядро начала традиции рассказа об исходе. Вот. Ну, хорошо. Значит, я хочу пожелать всем. Нет, я просто не могу сейчас вспомнить, в такое время у меня глава плохо работает. Но где-то, мне кажется, в Талмуде разбивался вопрос, какие вопросы задавали во времена храма. И там был вопрос такой, ну, там есть какое-то разногласие, я даже не помню, но такой вопрос сказал, что во все дни мы едим и жареное, и вареное, а в эти дни только жареное на родине. Да. Я согласен с тобой. Действительно есть в трактате Псахим. И там обсуждается эта разница, но, опять же, как бы, естественно, Хазаль, как бы, они же не говорят о том сами, что рассказы об исходе из Египта, это новшество, возникшее после разрушения храма. Они вовсе этого не говорят. Как бы, для них это некоторая непрерывная традиция, но, судя по всему, как бы, агада, как некий полноценный большой текст, формируется все-таки уже по следам разрушения храма. Так представляется. Вот. Спасибо. Вот. Я всем хочу пожелать радостного праздника, Песах Самех, и чтобы злодейство вокруг нас, а также во всем мире, действительно, было повергнуто, как это обещалось в пророчествах об избавлении, с которого мы, в частности, начали. Я рада, наверное. Что, что? Скорости в наши дни. Да. Скорости в наши дни. Скорости в наши дни. Вот мы делаем перерыв на пасхальную неделю, возвращаемся к нашим темам уже после праздника. Замечательно. Спасибо, Песах Самех. Песах Самех. Технически добавляю, завтра подразумевается специальное занятие с… Как его зовут? Ицкак Эфишелевич, правильно? Надеюсь, я правильно произношу его имя. Да. В которой должна быть задействована специальная презентация слайды из Махона Микдаш, института храма. Долгов ее выбивали, пятое-десятое. Записалось пока что еще немного людей. Пожалуйста, на lelmo.ru, там есть тофы, записывайте. По соглашению с институтом храма запись только тем, кто записался. И будет только на время Песах у них какие-то дикие ограничения. Так они распространяют свои знания. Это я в скобку говорю. Ну, хорошо. Всем, пожалуйста, записывайтесь. Завтра у нас подразумевается возле мечток как раз вот эта презентация. Посмотрим, что делали в храме. Вот как раз на тему нашу занятие. Окей. Всем счастливо. Пока. Спасибо. 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 Спасибо.